Честной пояс Пресвятой Богородицы, находящийся в Казахстане по благословению святейшего патриарха Московского Евсиаруси Кирилла, принесен в город Чемкент. Самолет со святыней на борту встретили архиепископ Чемкенский Тарас Келеферий и духовенство города, после чего пояс Матери Божией доставили в главный храм епархии. В Свято-Никольском соборе при большом стечении народа состоялся молебен Пресвятой Богородицы, положивший начало поклонению Великой Святыне. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил божественную литургию в Свято-Никольском соборе. И вновь храм был полон верующих. На службу и поклон Великой Христианской Святыне Чемкенцы пришли целыми семьями. Завершилось богослужение крестным ходом. Это величайшее событие, конечно, в нашей жизни православной. Чтобы обновилось наше сердце, это великая поддержка в наше время, когда сейчас люди очень переживают и скорбят об Украине. Все скорбят, молятся ежедневно. Для нас, конечно, это великая поддержка. Для чемкенцев, потому что мы всем сердцем поддерживаем православных христиан на Украине. Очень их любим и молимся о них. Все мы грешные, ошибались. Господь нам дает шанс исправиться, не грешить. А Матерь Божия, она же ведь наша, ну, Матерь Божия, да, покровительница наша, Святая Богородица. Воспитанники Воскресной школы-собора подготовили выставку своих работ специально к торжеству посещения святыни. Каждый из них готовился к встрече пояса Пресвятой Богородицы. Пояс. Пояс Пресвятой Богородицы. Вот. И что вы будете делать? Когда мы болеем, мы можем его на горло одеть или на живот. То есть вы приложите маленькие поясочки, да? О чем будете просить, когда будете молиться? Чтобы мы были же здоровыми, чтобы не болели. Для родителей мы помолимся о своих родителях. В течение двух дней пояс Пресвятой Богородицы будет находиться в Чемкенте, чтобы все желающие смогли приложиться к святыне, доступ к ней открыт до поздней ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова